Захар Сорокин О назначении в моем кармане Я действительно еду на север Еду воевать Мурманск встретил меня пронизывающим холодом Мороз достигал 40 градусов На ветру слепались веки Трудно было дышать Я же не замечал этого Все мне здесь было по душе В штабе авиаполка имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова Встретился с капитаном Петром Скильнивым Будем воевать вместе Приветливо сказал мне командир полка Вас в какую эскадрилью назначили? В первую Ответил за меня начальник штаба Вот и хорошо Среди друзей вам будет легче Пока изучайте материальную часть А потом и летать начните На командном пункте эскадрильи Меня дружили летчики Техники, мотористы Командир эскадрильи капитан Алакуров Сердечно поздравил с выздоровлением Со всех сторон сыпались вопросы По гостей приехал? На штабную? На побывку? Приехал, друзья? Не как гость А как летчик? Ответил я А как же твои ноги? Ноги? В стометровку бегать не могу А летать буду стараться Мы все тебе поможем Захар, ты должен летать Мне сразу удалось починить Своей воле крылатую машину Теперь на педали нажимали Не собственные ноги А протезы Трудно, почти невозможно было Рассчитать давление на тормозную педаль И каждый нажим Отдавался тупой болью Во всем теле По совету командира Я несколько дней тренировался В кабине самолета Стоявшего на земле Снова превратился в ученика аэроклуба Отрабатывающего Самые элементарные движения Плохо спалось мне Все думалось Как вести себя в воздухе Натянешь на голову одеяло Забудешься коротким тревожным сном Но и во сне участвуешь В воздушных схватках И даже тормозишь самолет Хотя протезы сняты И стоят под койкой Постепенно я начал летать Сначала на патрулирование Самолет снова стал послушен мне В воздухе я временами Даже забывал о протезах Чувствовал себя Совершенно здоровым человеком Чередовались боевые будни Мои товарищи возвращались на аэродром Рассказывали о воздушных боях Считали сбитые самолеты А мне все еще не удавалось Встретиться с врагом И вот, наконец В один из февральских дней 1943 года Как только затихла круга В серое полярное небо Взвелась ракета Над аэродромом повис Комук зеленоватого дыма Техник выбил колодки Из-под колес моей машины И она рванулась вперед В это утро я с особой остротой Испытывал радостное Чуть тревожное возбуждение Которое всегда охватывает В начале боевого полета Подсознательно я чувствовал Что этот полет не будет холостым Предчувствие меня не обмануло Мы патрулировали над Мурманском Справа, чуть сзади меня Летел Соколов У второй пары истребителей Ведущим шел Титов Внезапно в наушниках моего шлемофона Послышались позывные командного пункта Кама-3, Кама-3 С северо-запада идет группа противника Как поняли, я Казбек Перехожу на прием Казбек, я Кама-3 Вас понял, веду поиск В небе ничего не было видно А внизу из труб кораблей Стоявших в порту и заливе Поднимались черные столбы дыма И линеево расползались в воздухе С высоты хорошо было видно Как по Кольскому заливу Медленно ползет караван транспортных судов И стремительно рассекают Свинцовые воды миноносцы эскорта Я уже было решил, что тревога ложная И вдруг вновь услышал Я Казбек, Кама-3 Ведите противника Вам высота 7 тысяч Набираю Ответил я И в тот же момент увидел Как из-за сопки вынурнули Строим шесть гитлеровских машин По знакомым силуэтам сразу же узнал Легкий мессершмитт и 110 Я Кама-3 Разрешите атаковать Запросил я по радио Командный пункт Атакуйте Раздался в наушниках Звонкий голос Гибнева Мы всей группой ринулись На самолеты со свастикой Нашим союзникам В этой схватке было само солнце Его лучи слепили фашистских летчиков Имея преимущество В высоте и скорости Мы почти мгновенно очутились У вражеских машин Летевших плотным клином В сетке оптического прицела Все увеличивались в контуры Вражеской машины Кажется, пора открывать огонь Прикрываю хвост Командую скалову И нажимаю кожетку Видно тускломерцающие огоньки Трассирующих пуль Ведущий самолет противника Перевернулся через крыло И, показывая зеленовато рябое Как у лягушки брюхо Начал падать Почти одновременно Титов нырнул под рукой мистер Сделал горку И снизу полоснул очередь по немцу Тот клюнул носом И тяжело рухнул на сопку Где Соколов? Я глянулся назад И увидел пылающий бомбардировщик Его сбил Соколов Три оставшихся бомбардировщика Легли в вираж Пытаясь уйти к линии фронта Мы бросились за ними Завертелась карусель Перемешались и краснозвездные истребители И машины с черными крестами Пулеметные ящики быстро опустили Мистера все-таки удалось удрать У нас кончилось горючее Я дал командиру возвращаться До аэродрома дотянули Буквально на последних каплях бензина Когда мы уже шли на посадку Вдруг почувствовал Как безумно болят ноги На аэродроме я попросил Своего техника Михаила Дубровкина Нарисовать красной-красной На фюзеляже моего истребителя Седьмую звездочку Такую дорогую для меня звездочку Ноги все еще болели А сердце ликовало Могу летать Могу драться Могу побеждать Могу ждать Субтитры сделал DimaTorzok